всем привет с вами Михаил Гребенюк и в этом видео мы поговорим про трепещущую и берущую за душу тему эмоциональное выгорание наверняка многие руководители топ-менеджеры и директора владельцы бизнеса хотя бы раз в жизни испытывали нечто подобное состояние кота ничего не хочется когда хочется лежать забить на все вообще положить и не развивать ту область за которую ты несешь ответственность и на самом деле это страшный бич современного общества и сам я лично в этой ситуации много раз бывал и в этом видео мы поговорим с вами про причины которые вызывают эмоциональное выгорание а также способы борьбы с ним и конечно же профилактика какие витамины можно пить для того чтобы у вас никогда этого не происходило ну а если вы хотя бы раз в жизни нечто подобное испытывали любопытно было посмотреть на статистику поставьте лайк этому видео и так первая причина которая чаще всего возникает у предпринимателей и руководителей это ставить во главу угла всех кроме себя мама дети жена родственники друзья все им мне ничего не надо в итоге важен моторчик зверек который внутри вас качает каждый день датом энергию чтобы развивали свою компанию зарабатывали чистую прибыль каждый день каждую неделю был предан вами потому что он дала вам энергию то что вы заработали деньги вы их получаете и он такой ну наконец-то давай давай купим новую няшку давай нам будет хорошо я ради этого топил ты вставал рай не досыпал а ты такой подожди братан это все маме потом проходит еще какое-то время вы снова там да у вас есть такие потребности не закрыты вам прям зудит хочется он такой ну давай 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 получаете деньги и снова жене и детям и уже на третий раз когда вы к нему снова обращайтесь играть так братан новый проект погнали нам нужно сделать результат он такой до свидания брат в итоге вас просто ничего нету никакой энергии сил и непонятно почему же вроде бы проект классный все вокруг довольны и счастливы только вы находится такой полу депрессии апатии не хочет заниматься ничем поэтому чтобы такого не было вы должны в первую очередь заботиться о себе представьте вот прямо сейчас закройте глаза и попробуйте вспомнить себя маленьким когда вот вам на лет пять может быть шесть вот прям представьте что этот человек прямо сейчас 2 вам 5 лет 6 и стоите перед собой вот вот маленький ребенок и он такой мы но мы хорошо будем жить скажи мне мы будем успешными ну мы сможем обрадовать себя и вы такую обещаете да конечно и вывод его гладите а потом идете и в песочнице другому ребенку даете то что обещали своему ваш самый главный ребенок это не ваши дети это вы сами вот этот маленький ребенок я все время представляю что я вот этого маленького мишу которому 6 лет придаю его разворачиваю братан иди ты давай там от свободен песочница 1 поиграй и иду соседским детям все покупаю делать это очень большой собственный такой антигрех то который ни в коем случае предприниматель нельзя совершать для этого есть очень хорошая профилактика на моем телефоне есть заметка в которой есть список моих личных хотелок то что меня на самом деле зажигает и у них более 100 есть три списка первый список это хотелки стоимостью до 5 миллионов рублей второй список это хотелки стоимостью до миллиона рублей и третий самый интересный список это список хотелок стоимостью до 100 тысяч рублей я не говорю про какие-то более большие хотелки которые являются глобальными целями про это будет целое отдельное видео нашем канале который называется лесенка целей как правильно ставить большие крупные цели чтобы они закрывались вот а мы говорим про микроцели и про малые цели которые являются чем-то архи огромными но при этом радуют нашу внутреннего волчонка которая дает нам эту энергию и вот мой список из 100 хотелок до 100 тысяч рублей это своего рода допинг когда вот я только-только подхожу к этот состоянии выгорания я иду себе что-то покупаю туда чтобы получить эту эмоциональную встряску получить эмоциональный наполнение моего бака чтобы снова топить дальше вперед выходные в сочи баня в сочи у меня была на два дня потом казино выходили потом тусовались короче еще зарядился нормально сейчас только что прилетел вот через пару недель мы на байкал там типа пряжкой собачьи покупания в проруби байкальской после бани и место силы потом на баги по льду дрифтинг на 5 дней там короче прикольно вторая большая причина которая вызывает эмоциональное выгорание это когда предприниматель владелец бизнеса длитный период времени продолжает делать одни и те же действия которые уже его тошнят и которые для критически понятны одна из самых важных способностей которые нужно развивать любому владельцу бизнеса это прийти в неопределенную область навести там порядок разобраться на их построить успешную цепочку действий то есть по сути создать технологию этого бизнес-процесса и сразу же передать чтобы ни в коем случае она не висела на вас если вы все это сделали такой офигенный бизнес-процесс был теперь его год шарашить буду продавать сам или буду там роб обработать год это повторяющийся процесс буду зарплаты считать все привет выгорание чем больше таких вот чем больше ваш бизнес тем больше таких вот знаете гирлянд коричневого цвета возникает на вашем эмоциональном на вашей эмоциональной елки и с каждым днем вам становится все хуже и хуже и в итоге рано или поздно хочется просто пристрелить свой бизнес и устроиться на работу или в принципе просто лежать и уши буду очень что не делать чем дело то что я сейчас занимаюсь и зарабатываю там 500 тысяч миллион рублей 2 миллиона рублей поэтому еще раз как только вы поняли что вы этот процесс делаете второй третий или четвертый раз вам нужно тут же его описывать и нанимать человека на эту позицию или кому-то с текущей команды его передавать кстати этот совет касается и топ-менеджер и руководителей если вы давно стали экспертом в каком-то области если вы стали крутейшим продажнику своей компании лучшим ропом ребята начинайте описывать свои успешные действия начните вести дневник успешного продавца записывайте на видео каждый день свои секретики записывайте секретики дневник успешного ропа дневник успешного маркетолога а потом через месяц или полтора приходите к самому руководителю или владельцу бизнеса и говорите я сделал вот что у меня на руках и я хочу повышение теперь я готов нового сотрудника взять с рынка труда вот мне готова папка я его обучу хочу по повышению должности больше зарплату я не знаю ни одного доклада владельцы бизнеса который последовал бы в душе не сделал так ура у меня гениальный сотрудник который хочет расти и он так разумно все сделал обычно если поспрашивать владельцы бизнеса в большинство владельцев жалуются на нехватку таких спецов и никто никогда вас не уволит запомните это самый большой дебилизм и преступление увольнять сотрудника который навел порядок в области описал ее предложил на эту позицию поставить человека сам хочет россии сообщить гений просто третья ошибка которая влияет на эмоциональное состояние и приводит к выгоранию это конечно же окружение данном случае я говорю не только про людей хотя конечно же люди очень сильно влияет если вас окружают люди которые обесценивают ваши победы которые обесценивают ваше развитие обесценивает ваш путь ваш бизнес или вашу карьеру конечно же в таком окружении вряд ли вас будет постоянно утром просыпаться желание что-то либо дальше делать надо окружить себе сильными крутыми чуваками которые каждый день вас только постегивают расти и конечно же это предметы интерьера это вещи в которых вы находитесь невозможно думать о великом о масштабе и быть заряженным если ты сидишь в сарае тебе холодно ты голоден это невозможно поэтому критически важно наладить базовый уровень комфорта особенно если вы играетесь руководителем или предпринимателя потому что уровень стресса зашкаливает что вас было хорошее постельное белье позвал вкусная еда дома что у вас было хорошее мыло хороший шампунь чтобы хорошо и часто стриглись чтобы вас не было старой одежды которая погубилась под истерлась и так далее чтобы спрос вот бытовые моменты были закрыты если все ваши бытовые проблемы решены базовые потребности в еде тепле одежде и качестве жизни закрыты то вы сразу же почувствуете эмоциональный подъем переезжайте своих квартир из любили сам и тишь перестаньте жить в халупе начните жить в хорошей нормальной квартире не пожалейте денег всегда после переезда приходит сильный взрыв энергии еще вниз такая техника переехать всякий раз когда чувство выгорание мы код приезжаем ну и последнее последний лайфхак это жить по циклам дело в том что наш организм это такой же мотор как двигатель у машины и он не может без остановки тарабанить много-много лет ему нужно выдыхать нужно останавливаться нужна смена масла и профилактика поэтому есть циклы короткие средние и длинные под коротким циклом я подразумеваю день очень важно чтобы у вас был момент когда вы топите момент когда вы выдыхаете не нужно себя карать если вы залипли на диване хочется полежать в инстаграме в тик токе просто три часа по залипать в youtube канал причем не гребенюка там да какой-нибудь тут просто про героев там чем посмотреть хоть музыку послушать или концертик абсолютно нормально поиграть в компьютер нормально пойти по залипать в playstation или в телевизор это значит что ваш организм требует от вас выдоха вы вдыхали на работе потом такой немало и вот этот момент вам уже плохо поэтому очень важно после этого бобру выдохнуть и воды выдохом будет являться качественный сон тайский массаж спа процедуры баня это все очень важные моменты которые я активно применять для того чтобы выдыхать средний цикл это неделя выходные у вас должно быть 2 выходных неделю вы не можете топить на протяжении месяца без выходных не получится и самое забавное что как только вы свой цикл выдоха это выходные или сна блокируете и продолжаете фигачить вдыхать мозг такой окей ему и у вас легкие то тебя бизнес легкие они расширяются но фишка в том что они все равно должны потом сдуться но сдувание будет происходить в кредит всегда работа без отдыха работа не по циклам это работа в кредит а кредит надо платить под процентами не хотите спать 8 часов в день окей два дня пошрабашите потом будете с болезнью неделю валяться вот он кредит пожалуйста вот поэтому выходные очень важный момент когда вы должны выдыхать два дня в неделю если вы молодой вам меньше 20 можно 1 неделю всем кто старше 20 ребята уже задумайтесь вы уже возрасте вам уже нужно думать о двух днях неделю нормального выходного дня и третий большие циклы это циклы квартальные раз в три месяца вы должны куда-нибудь сваливать на неделю запомните это категорически важно чем бы вы не занимались руку карьеру бы вы не строили поэтому когда начинается новый год мы с женой первым делом планируем отпуска какую неделю какую неделю каждого квартала мы куда едем даже может локацию пока не выбираем но я точно знаю что в эту неделю меня не будет и я также активно поощряю желание пойти в отпуск своих сотрудников потому что там они перезагружаются они приходят с новыми силами они круто адекватно мыслят и они приносят новые идеи из отпуска поэтому сразу планируйте себе один минимум выезд на неделю нету денег бабушки куда угодно просто нас по отель в дом отдыха в поход с палатками на байкал или в нормальное путешествие но раз три месяца вы должны выдыхать так прям глобально ну вот из последних моментов когда я сильно выгорел это был момент апрель-май двадцатого года когда мы перестраивали компанию удаленку был кипиш была пандемия вообще было все непонятно я очень много работал и практически не выдыхал и у меня есть такой маленький личный секрет это моя жена и она знает и как такой термометр наблюдает за моментом выдоха-вдоха и у нее свои лайфхаки которым тогда активно применяла и спасла по сути меня от погорания и я смог пройти этот период достаточно уверенно и построить твердую систему на удаленке ему хорошо выросли за 20 год но если хотите я могу позвать свою жену катю на этот канал и она запишет для вас отдельное видео что она делает ее лайфхаки как она влияет на мои финансовые результаты если эта тема актуальна то напишите пожалуйста об этом в комментарии главное помните что эмоциональное выгорание это всего лишь большой вдох и его можно всегда легко спустить хорошим качественным выдохом хотя бы на пару дней абсолютно отключить все телефоны уведомления как бы не было трудно с вами был Михаил Гребенюк спасибо что посмотрели это видео поставьте лайк если вам зашла эта тема и до встречи в следующих видео